2018 год – это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Мне очень приятно быть, вы знаете, я свалился как камень, я, может быть, и не должен быть, я был в лагере, в кемпе здесь недалеко, и мы переписывались с Валентином, и вот слава Богу, что я был, вы знаете, пережил вот только что прославление, вот очень классно, у вас такая живая, в принципе, можно было и не ехать в Израиль, как бы здесь у вас такой уже свой, такой одесский Израиль, здесь я почувствовал скрипочка, и здесь очень все прекрасно, поэтому вы поменяете, вы же понимаете, что Бог всегда в Библии менял, помните, Авраама меня с Сережей на шмулика. Ну, вы поняли, что к вам приехал ревизор. Знаете, друзья, слава Богу, что если не Бог, так не дай Бог, как, знаете, говорят. Просто хочу сказать благодарность отцу за то, что когда-то он меня нашел в этом мире непростом, и очень благодарен. Вообще, Писание говорит, почему нам нужно радоваться, потому что наши имена записаны. И вы знаете, родился я в семье неверующих родителей, но люди часто употребляли, мама, слава Богу, дай-то Бог. И даже бывает, там дядька приехал, там, так идет такое, он так, ой, Господи, Павел приехал. Я говорю, а при чем тут Господь? Павел приехал, так и приехал. Ну, знаете, люди часто употребляют эти слова, слава Богу. Но Писания у нас дома не было, и хочу, я не знаю, как вот, кратко хочу рассказать историю, как я покаялся. 86-й год, я работал в ансамбле «Веросы» барабанщиком. Малиновка, Ядвига Поплавская, Александр Тихонович, я такой красивый, молодой, кучерявый. Сейчас просто я красивый. И в 86-м году, помните, в Минск зарплата 400-450 рублей. Солидненько, да? Но эти деньги, они не приносили счастья мне, вы знаете. Каждый человек в этом мире, он ищет что-то, куда-то ныряет, куда-то туда-сюда, ну, чтобы быть счастьем. Что такое счастье? Счастье, оно в Боге. Аминь. И самое главное, да, вот и молодец, сестра, хорошо. Аминь. Но подождите, сейчас разберемся. Для мужчины счастье еще, когда он нашел свою половинку. Потому что, ну, знаете, а кому сейчас легко? И смотрите, что получилось. Когда я был молодой парень, работал в филармонии, зарабатывал деньги, но при этом же я хотел быть до конца счастливым, женатым. И видя ситуацию, которая происходит на гастролях, мне не хотелось жениться. Вы понимаете, начинаете понимать почему? Потому что я видел, что происходит на гастролях, и когда мы возвращаемся домой, как они встречают своих жен, и как жены встречают их. И я говорю, вранье. Я человек совершенно далекий от Бога, тогда тем более не знал Господа. Разные моменты были в жизни. И я сам себе думаю. Я даже не знаю, к кому я обращался. К Богу, или, не знаю, или там, к микрофону, к этому. Но я к кому-то обращался. Это что, меня ожидает вот такая жизнь? Это, помните, как в фильме. Это я буду терпеть этот, помните, этот редиска, помните в фильме. Это я буду терпеть этого, как он там сказал в фильме. Я буду, пойду сейчас, сдамся там этим полицией. Вы знаете, друзья, настолько стал серьезный момент внутри. Я думал, ну как-то вот все люди это. И уже несколько лет я работал в филармонии. И потом я, веросы закончились. Саша с Ядей стали петь отдельно. Я сделал группу. Мы сняли клип для утренней почты в Москве. И такая группа, мы играли модную музыку. Мы должны были артистами быть. И все равно внутри вот что-то не хватает надо. И как-то человек ищет, ищет, ищет. Думаю, ну что же мне делать? И вот в один прекрасный момент я захожу в автобус. Молодой. У меня джинсы рыжие, левис. Английские туфли я такой. И вот в пару метрах я разговариваю с другом. Стоит девушка. Я так глянул, смотрю глазками. Как-то мы встретились. Черные такие. Я так, надо подойти. Ну, познакомим. Ну, что ознакомим? Это девушка, который час там. А как вас зовут? Я подхожу и говорю так. Девушка, здравствуй. Вам музыка нравится? Она на меня смотрит. Да. Я говорю, а какая? Она говорит, христианская. И получается, это я, музыкант. От макушки головы до подошвы ног. Знаю все там джаз-роки, стили. Ну, все. Но я не буду сейчас вам объяснять. Там дюран-дюран, депешмот. Все эти группы. Думаю, как это я так лоханулся? И следующий вопрос. Я хотел у нее что-то спросить. Может, как имя автобуса остановился. Она говорит, извините. И она убежала. Я вернулся к своему другу. У меня сердце так. Серега, что с тобой? Я говорю, слушай, какая-то девушка необычная. Я говорю, да ладно, что ты? Посмотри вокруг, сколько девушек. Я говорю, нет, ну что-то было необычное. Потому что она мне про какую-то музыку сказала. Так серый, так все, пошли, забудь все. Вышли с автобуса. Идем. Я думаю про нее. Один день думал. Второй. Немножко так представлял это. Ну, так это сам себе. Потом третий, четвертый забыл. Проходит две недели. Я иду со своими музыкантами, друзьями по городу. И ползу. Ползу. Далеко ползу. Они говорят, иди ты тянешься, как этот. А, кстати, ты можешь немножко пианка так аккуратненько. Она мне поможет. Работай, работаем. Так, ну ты же знаешь, так не сильно громко так, чтобы. Так, это кроме. У нас филармония работает. Ну так это филармония. Это отлично. И вот смотрите, что получается в моей жизни, друзья. Интересный момент. Я иду со своими друзьями. В какой-то депрессии, озабочены. Знаете, у нас все славянские, русские, белорусские. Вы же понимаете, о чем я говорю. Евреи бывают разные. Белорусские. И они всегда смотрят. Иногда, конечно, смотрят в глаза. Иногда в небо. Но в основном народик. Вот я иду, иду. И вдруг я поднимаю голову. И из-за моих ребят вырастает фигура. И помните, в 90-х модно было женщины лосины такие, бирюзовые, разное носили. Модно было в Советском Союзе. Вот идет. И я так, что-то мелькает. Я так голову поднимаю так. Ребята кричат, да брейкса, быстрей давай там. И вдруг появляется человек. Проходит. И вот-вот мы должны друг друга уже... Ну, вы знаете, в городе встречаете глаза. Проводите друг друга взглядом. Улыбаетесь. Может быть, нет. Может быть, как-то по-другому. Но вы встречаете людей. И одна поднимает голову. И я смотрю. Те же глаза, что в автобусе. И я как крикнул. Девушка! Она отскакивает. С сумкой стоит. Я говорю, вы меня помните? Она, нет. Это я, помните, в автобусе. Можете представить? Она на пять минут раньше вышла на обед. Она просто говорит. Иваныч, можно я пойду на обед? На пять минут? Иринка, иди. Ну, знаете, она работала секретарем там где-то в какой-то строительной компании. И это встреча. И я просто обалдел. Я про нее забыл. Через две недели в большом городе, где три миллиона людей, и я опять встречаю ее. И когда мы встретились, я уже там на руку телефон записал. Все, все, такой счастливый. Хоть бы не стерся. Дай ручку так дописываю. Стирается же, знаешь. И когда мы с ней встретились, конечно, было интересно. Мне было интересно узнать, что это за музыка оказалась. Она верующая. Она верит в Господа. Я говорю, а папа, мама? Да, папа, мама. И нас двенадцать. Я номер восемь. Я думаю, во, попал. И я как бы думал, странная встреча. Я как бы интересная. И как-то вот все это непонятно, что тут. И при чем тут Бог? И при чем тут вообще все это? И вы знаете, она меня приглашает в собрание. Приглашает в церковь. Я думаю, в какой же она церковь ходит? Думал, у нас там много церквей. Оказалось, помните, нам всем говорили, что Бога нет в школе. Нам всем говорили, что там у баптистов там в жертву приносят. И был страх какой-то в такой школе. И я так подумал, думал, ну я не знал, куда я пойду. И говорит, в воскресенье будет служение, мы тебя приглашаем. Я говорю, хорошо. А где церковь? Ну, там вот на таком адресе. Я говорю, а там нету церкви. Я проезжал мимо этого места. А там мой друг жил рядом. Я говорю, позвонил своему другу, говорю, Антон, меня пригласила девушка в церковь. Что там за церковь у вас? У нас нету церкви никакой. А потом, о-о-о, серые. Да, там есть, это, наверное, секта какая. Там бабушки в платочках. И я, короче, ну все, секта. И страх начался внутри. Я говорю, ну думаю, точно. Они высылают красивых девушек в мир. Они завлекают. И там... Ну у меня мозги начали просто... Потом я думаю, посмотри, что-то непонятно. Думаю, ну не может такого быть. И вот приближается воскресенье. И я пошел на слушание. Упросил друга. Еле-еле упросил друга, чтобы одному не идти. Потому что страшно. Первый раз. Молитвенный дом. Представляете, 90-й год. Еще только все вот это пробуждение начинается. И мы с другом пошли. Ну он там взял бутылку вина. Я так чуть-чуть раз. Он там раз. Для смелости мы такие. Подходим. Первая Минская Церковь Христиан Веры Евангельской. Давай ты. Нет, ты первый. Короче, заходим. Садимся прямо в центр. И так начинается служение. Мы налево, направо. Одни бабушки. А где молодежь? Там смотрю на балкончике там кто-то. А эта девушка сказала, что она в хоре поет. Потом выходит 50 человек. Встает. Аллилуйя. Мы такие. Слава Богу. Аллилуйя. Аминь. Сели, встали. Мы думали, я на мгновение подумал, если бы кто-нибудь моя мама или кто-то увидел, где я сейчас нахожусь. А мой друг Антон сидит, ты куда меня привел? Я говорю, тише, тише, тише. Такое все. Встали. Он такой уже. Закончилось служение. Мы выбегаем во двор. Девушка подходит на это. Говорит. Ну как вам понравилось? Я говорю, ой, нам так понравилось. Оборачиваюсь. Антона нету. Он уже как чухнул на остановку. И вот это мой был первый приход. И мы начали дружить. Мы начали общаться. И я начал на служение приходить, может быть, даже не ради Господа. Я ничего не понимал. Потом я посмотрел фильм «Иисус нас Назарета». Писание говорит, вера от слышания, слышание от Слова Божьего. И вот эти зернышки начали возрастать. Потом приехал Виктор Клименко. Он рассказал свидетельство. И он так меня вдохновил, но я все равно, ну, с дрейфил выходить. Потому что гордость она где-то. Ну как это я стану на колени, каяться? Вот если бы где-то в чулане каком-то покаяться, было бы так неплохо бы. Ну, вы знаете, на одном из молодежных собраний все равно Господь меня накрыл. Слава Богу. Я пришел, я стоял возле стенки, началась молитва. И пастор говорит, давайте помолимся, кто хочет покаяться, давайте будем молиться, выходите. Я через щелочки смотрю, кто пойдет. Такой, думаю, умный. И какая-то нежная рука сзади. Я такой почувствовал, весь затрясся, такой пошел. И я такой встал на колени и плакал там, и рыдал, и я покаялся. Я принял Господа. Амин. Слава Богу. Вы знаете, вот этот приход необычный. И было трудно, было трудно на работе. Прихожу на работу, там одно. Прихожу в Божий дом, люди улыбаются, люди радуются. И как это все, это сопоставить? Ну, Библия, тем более, говорит, не может человек служить двум господам. И как-то надо было выбирать. А деньги зарабатывать как? А как стоить? Мы с этой девушкой дружили. И как-то были трудности. Потом моя группа, меня уже побить хотели. Они звонили моей маме, говорят, тетя Надя, спасайте Сережу. Он в какую-то секту попал. У него крышу сорвало. Он такой талантливый. Мы клип сняли для утренней почты. Нас хотят в Москве раскручивать как группу. А ваш Сережа, он что-то с мозгами. Моя мама на дыбы. Нашла телефон этой девушке. Как-то вот звонила. Короче, я прихожу один раз, я на работу. Девушка это плачет. Я говорю, что случилось? Твоя мама звонила, сказала, что меня порежет волосы все, говорит, за сына. Я говорю, да все, не волнуйся. Потом говорю, ну, короче, все. Как-то мы проходим этот путь. Ну, слава Богу, Бог все благословил. Короче, Господь наш чудный Бог. Амэн. И попозже вот как-то я уже принял водное крещение. Я влился. Я понял, что я рожден свыше. Я понял, что я другой человек. И мне самое главное, что я могу заниматься музыкой, славить Бога дальше. Мне показали... Мне рассказывают историю Валентин с Татьяной сегодня, когда вот с группой Новый Русалим, когда были моменты, когда ты хочешь быть служителем, но как бы вот рамки какие-то тебе... И мне вот эта девушка тоже дает какие-то кассеты. Майкл Дабл Смит. Какие-то, говорит, вот ты точно так можешь, только с новым сердцем здесь, в этой стране, служить Господу. Бог тебя... Для чего? Бог тебе дал талант. И я подумал, действительно, папа вообще там ничего. Ну, мама так может петь. Кто же мне дал талант тогда? Господь. Значит, этот талант принадлежит Богу. И все. И так это я немножко загазовал. И пошел. И Господь меня поддержал. Эта девушка стала моей женой. У нас сейчас три сына. Аллилуйя. Вот мое свидетельство, друзья. Слава Богу. Поэтому я зачислен в Мешпаху, в нашу семью. И вы знаете, где-то больше шести лет уже я в мессианском служении. И вы знаете, очень интересные моменты происходят в жизни. Знаете, я вам немножко секрет приоткрою. Я не говорю, что все. Но музыканты лентяи. Я не знаю, как у вас. Я думаю, ребята знают писание. Знаете, музыканты, когда приходят, они только интересуют гитара, клавиши. Вы продолжайте, продолжайте. Извините, что вас интересует? И ты вроде писание понимаешь. Ты слышишь. И это хорошо. И нужно слушать ребе, лидеров, которые говорят. Но ты должен сам читать писание. И когда мы некоторые вопросы с моей женой так это самое пробрили. И подходили, и спрашивали, задавали вопросы. То нам как-то отвечали по одному, и потом по другому. И появился один такой пастор из Израиля, который как бы вот так задал нам вопрос. А мы такие крутые. Оно не так. Слушай, Брикса, это ты говоришь не так? Который не так часто открываешь писание? Это ты говоришь? Окей. И смотрите, что меня пастор говорит. Иди домой, ночью найдешь мне писание целую ночь. Утром придешь и покажешь. И мы с женой спички в глазах, мы ищем. Нету такого. Как мы научены. Как мы, знаете, как мы слышим. Это очень важно. Послушайте, что я вам сейчас скажу. Это очень важно. И мы приходим такие, Байбл Старий, Тора Старий, утром сидит греческий перевод, и Тора, и мы с русскими Библиями, глаза такие, целую ночь искали, не нашли. Ну и что? Нашли? Мы такие с женой переглянулись. Нет. И я понял тогда, кому как не левитам нужно знать это. Чтобы тебя, особенно в Одессе, не развели. Я шучу, я шучу. Друзья, я так благодарен Богу. Я вообще не должен, может быть, сегодня быть. Но самое главное, это не музыка, не песня. Хотя мы, когда придем на небо, братья и сестры, мишпаха, семья, мы будем там славить Господа. Там не будем проповедовать, там молиться, проблем не будет. Но без песни никуда. Свадьба, день рождения. Поэтому, но всегда для меня очень важно рассказать свидетельства. А медиатор можно у вас? А, вот. Это же все четко, это же Одесса. Друзья, кто знает, что есть такой певец Сергей Брикса? Хорошо. Иногда, знаете, бывает такая шутка, я сегодня Татьяне рассказывал. Бабушка посуду моет, внучка подходит. Бабушка, у нас сегодня будет спевать Брикса. А кто це така? Ладно, давайте вспомним такой моментик. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела. Я буду петь Ему Аллилуйя, Аллилуйя. Я буду славить Господа, я буду помнить, я буду петь Ему Аллилуйя. Ну все, ну вы поняли, кто я такой. Хорошо, давайте присядем. Можно я еще много, не займу много времени. Друзья, вы знаете, я чувствую, что Бог что-то делает новое. Сейчас мы, я уже где-то 18 лет, я живу в Америке. Но я очень люблю Украину, очень люблю людей здесь. И слава Богу, что сейчас Бог делает, расширяет границы, знакомства. И сегодня я вот познакомился с Валентином Татьяной, и я у вас сегодня. И я думаю, ребята, я к вам приеду. Я думаю, что-то мы вместе сделаем хорошее. Я привезу музыкантов, трубы, тромбоны, и мы сделаем какой-то шум для Господа. Аминь. Милость твоя так велика и бесконечна. Любовь твоя так глубока, вечно жива. Только ты, только ты, неизменный Господь. Знаешь всей моей жизни пути. Ты подскажи, как дальше идти. Только ты, только ты, неизменный Господь. На кресте за меня кровь пролил, Свою любовь ты мне подарил. Лишь на тебя, день от дня, я уповаю. Вечность близка. Ты мой Господь, надежда моя. Только ты, только ты, неизменный Господь. Знаешь всей моей жизни пути. Ты подскажи, как дальше идти. Только ты, только ты, неизменный Господь. На кресте за меня кровь пролил. Свою любовь ты мне подарил. Только ты, только ты, неизменный Господь. Знаешь всей моей жизни пути. Ты подскажи, как дальше идти. Только ты, только ты, только ты, неизменный Господь. На кресте за меня кровь пролил. Ешуа, 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 Машиян. Только ты, только ты. О, Ешуа, 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 Ешуа. Битвы и поклонения.